Добрый вечер! Это важнейшее противостояние для краснодарцев. Только победа над Уралом на 100% гарантирует нашей команде место в премьер-лиге в следующем сезоне. Несмотря на то, что Кубань после домашнего успеха над московским «Динамо» покинула зону вылета и даже зону стыков, она находится в опасности. Сейчас краснодарцы занимают 12-ю позицию в таблице чемпионата в активе 26 баллов. Еще раз повторюсь, всех болельщиков желто-зеленых Кубань 24 приглашает к экранам в субботу в 13.30. А футболисты Краснодара 30-й тур РФПЛ отыграют при своих болельщиках дома, а также в субботу в 13.30 на стадионе Кубань. Быки примут пермский «Амкар». Черно-зеленые уже потеряли все шансы на лиго-чемпионское место в таблице, а вот за бронзу чемпионата еще вполне могут побороться. Для этого нужно обыгрывать «Амкар» и ждать неудачи со стороны «Зенита» в матче с «Динамо». На данный момент Краснодар находится на четвертом месте с 53 очками. Российские пляжные волейболисты готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в Швейцарии с 1 по 5 июня. Стал известен состав национальной сборной. В команду вошло три представителя Краснодарского края. В мужской сетке выступит кубанский дуэт Вячеслав Красильников, Константин Семенов. В женском турнире «Наш край» представит Надежда Макрагузова. Она сыграет в паре с Анастасией Барсук из Одинцова. Всего на континентальном первенстве выступят три мужские пары и четыре женских дуэта. А вот женская сборная России по классическому волейболу прибыла в Анапу, где пробудет до 7 июня. На черноморский сбор главный тренер Юрий Марич вызвал 16 волейболисток. Среди них три игрока Краснодарского «Динамо». Это диагональная Наталья Малых, центральная блокирующая Анастасия Самойленко и доигровщица Татьяна Кошелева. В Олеграде национальная команда будет готовиться к Олимпийским играм в Рио. Обычно позитивно настроенный Маричев к присутствию журналистов на сборах в этот раз попросил сотрудников прессы не беспокоить ни его, ни подопечных. Понятно, тренер не намерен пока делиться своей особой программой подготовки. Но прежде чем девушке отправиться на главный старт сезона, им предстоит принять участие в мировом гран-при. Турнир пройдет в Калининграде. Первый матч россиянки проведут 10 июня против сборной Голландии. Сейчас в нашем эфире впервые арчери-биатлон. Достаточно молодой вид спорта и понятно, что там стреляют и бегут. Но в данном случае стреляют из лука, а бегут на лыжи-роллерах. Открытое оперенство университета физкультуры, спорта и туризма прошло на стадионе Кубань. И, кстати, не только студенты могли поучаствовать, а все желающие. С подробностями Евгений Резник. Быть или не быть турниру непонятно было до самого последнего момента. Спортсмены от усиливающегося ливня прятались под трибунами стадиона, а организаторы совещались проводить ли гонку. В итоге старту быть. С 2011 года университет физической культуры, спорта и туризма проводит открытый чемпионат вуза по арчери-биатлону. Первые три года спортсмены соревновались в Лаганаках, затем же переселись с настоящих лыж на лыжи-роллеры. И сегодня они будут помимо соперников бороться с настоящей природной стихией – проливным дождем. Участников турнира поделили на 9 команд по 3 человека. Два круга на лыжи-роллерах, затем стрельба. Задача – хотя бы раз попасть в цель стрелой. Незакрытая мишень грозит дополнительным кругом. Первая мишень. Конечно, инвентарь у спортсменов любительский. Луки для обычной стрельбы, мишени самодельные. Большинство участников лишь несколько месяцев назад встали на лыжи. Опытных – единицы. Единицы, к слову, заметные и амуницией, и техникой. Как раз из таких Татьяна Карганова. Она арчери-биатлоном занимается 4 года. Полюбила этот вид спорта благодаря его старшему собрату. Я очень сильно люблю биатлон, и норвежские биатлонисты, в принципе, производят на меня впечатление. И, в принципе, поэтому, как я начала смотреть биатлон, я начала заниматься лыжами и поступила в наш университет. На снегу с винтовкой и без Тане тоже приходилось выступать. В лыжне Кубани ей однажды до пьедестала не хватило совсем чуть-чуть. А вот здесь медали завоевать удалось. Правда, не золотые. Команда Каргановой к финишу пришла третьей. Золото досталось трио с интересным названием – каратисты. Подарок за победу – коробка конфет и банка компота. Мы старались готовиться, жестко тренировались. Не пропускали, самое главное, пары. И вот было даже обидно, если бы не было сегодня гонки. Потому что мы к ней правда готовились, мы хотели получить зачет. Представители других учебных заведений на турнир, к сожалению, не заявились. Так что в призовой тройке исключительно инфис. К слову, хотели его представители провести и еще одно соревнование – гонку, но уже без луков. Однако дождь усилился, и второй комплект наград остался у преподавателей до лучших солнечных времен. Евгений Резник и Денис Акулов. Кубань-24. Краснодар. На очереди рубрика «Герой недели» и очаровательная олимпийская чемпионка Ирина Караваева. Однажды Ирина потрясла весь мир необычным поступком. В 2001 году на чемпионате мира в Дании она отдала свою золотую медаль немецкой батутистке. Караваева посчитала, что судьи ошиблись и незаслуженно вручили ей награду высшей пробы. В 2001 году после чемпионата мира в Дании, когда я решила отдать золотую медаль, потому что это было справедливо и на самом деле была судейская ошибка, лишь немногие в моем спортивном окружении меня поддержали. Как бы из моей команды немногие поддержали, все как-то были против и говорили, что я просто-напросто дурочка. Как я могу отдать золотую медаль? Я считаю, что спорт должен быть справедливым, потому что на самом деле мы просмотрели все соревнования, на самом деле это была судейская ошибка, я не выиграла одну десятую, я ее проиграла. И я знаю, что такое, потому что до этого я уже была чемпионкой мира, я знаю, что такое выигрывать, сколько надо работать, сколько надо пахать, чтобы стоять на пьедестале и получать эту золотую медаль. Я просто это знаю. Ну вот так сложилось в моей жизни, что, наверное, через это надо было пройти. А дала Аня Даганадзе, мы с ней, наверное, мы были с ней хорошие подруги, и мы всю жизнь с ней соперничали. Буквально лет 15 мы с ней именно соперничали. То она первая, то я первая. И такая была уже мировая интрига, что отдадут русские медали, не отдадут. Очень много было шума. Ну, как бы такая очень неприятная ситуация была, что люди могут, ну, как бы так думать, говорить, что можно в спорте поступить несправедливо. Мне кажется, спорт, он просто тем, что он спорт, он и есть самосправедливость. Ну, кстати, спустя время после этого поступка Ирина была удостоена награды в фэрплее, то есть за честную игру. Ну и в завершение выпуска предлагаю немного лубнуться. На чемпионате мира по хокке, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге, есть время не только для матчей. С необычной задачей столкнулись игроки сборных, которые в нашу страну в гость приехали. Их попросили произнести несколько русских слов, написанных латинскими буквами. С более-менее простыми здравствуйте, болельщики, вбрасывания участники мини-опроса с оговорками, конечно, но справились. А вот когда было предложено сказать защищающиеся, трудности возникли. Смотрим. С нами всегда есть чем улыбнуться. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»